здравствуйте друзья в прошлом видео мы заполучили усиленную дубинку и теперь пришло время определиться с тем куда двигаться дальше конечно мы можем сейчас пойти в безлюдную пристань и продолжить прохождение так сказать в правильном порядке однако не оружием единым удовлетворяются потребности героя из-за чего мы снова будем действовать немного нестандартно думаю не секрет что наш герой задумывался как носитель не только дубины но и тяжелой брони поэтому вполне логично что после получения оружия мы отправляемся за подходящими доспехами а подходящими доспехами я и естественно посчитал сет хавала и в связи с этим мы сегодня выдвигаемся в сторону черной расселены где-то в ней спрятан волшебный ключик с помощью которого мы получим пока не подъемную для нас броню звучит это конечно все замечательно но где мы а где черная расселена между нами пролегает еще как минимум одна локация и обойти ее никак не получится а чтобы попасть в эту самую локацию нам придется спуститься в яму и зацепить небольшой участок могилы святых спуститься в яму можно двумя способами первый купить у гиллигана лестницы второй воспользоваться кольцом кошки и просто спрыгнуть вниз мы же опробуем оба варианта ну или почти так как душ у нас маловато и на короткие лестницы мы тратиться не будем и тут наверняка у кого-то возникнет вопрос зачем при ограниченном количестве душ приобретать самую дорогую лестницу дело в том что при этой покупке мы получим не только лестницу а еще саблю и ачивку в steam в общем приобретем сразу трех зайцев за каких-то 12 тысяч душ ну все хватит разговоров давайте начинать обратившись гиллигу ну и отвалив нужную сумму душ наблюдаем кат-сцену в которой жадный торгаш устанавливают лестницу после этого обращаемся еще раз к бородатому коротышке и получаем в подарок саблю мелу или милу не знаю как правильно да и вообще про это оружие ничего не знаю она вроде как может похвастаться прочностью но то такое себе преимущество теперь при желании можно спуститься по лестнице найти запертую дверь отметить что часть лута осталась недостижимой и с учетом этого естественно вернуться обратно теперь заняв исходную позицию скидываем себя все что имеет вес кроме кольца кошки после чего переходим на шаг и аккуратно падаем вниз целясь на ближайший мостик таким образом ценой чуть больше половины здоровья мы получаем возможность забрать самоцвет жизни и продолжить спуск но перед этим стоит полностью восстановить здоровье так как дальше будет не только ключ камень фарреса до которого можно добраться без потерь но и три пучка мха падение которым нанесет ощутимый урон забрав эти предметы мы также можем обнаружить вход в локацию могила святых но пока что она нас не интересует поэтому активируем тот костер и возвращаемся в маджулу теперь можно вернуть всю экипировку с условием что для кольца кошки найдется местечко кроме этого я встречал рекомендации зажечь на данном этапе факел но как по мне данное действие накладывает на герой ощутимые ограничения поэтому пока что обойдемся без искусственного освещения сейчас нам нужно снова воспользоваться лестницей после чего продолжить спуск это действие приведет нас к кольцу злого глаза плюс один а также позволит найти второй вход в локацию могила святых собственно сюда нам и надо поэтому спрыгиваем на арку переключаемся на шаг и аккуратно спускаемся на площадку у входа тут на теле лежит косточка возвращения и она как бы намекает что друг не лез бы ты дальше пока цел но в нас такие намеки только разжигают интерес поэтому идем дальше пройдя по коридору мы выйдем поврежденному навесному мосту на котором окажется кристальная ящерка тварь нас не видит поэтому пользуемся удачным моментом и получаем в свое распоряжение полезные ресурсы теперь осмотревшись отмечаем наличие сундука на другой стороне какого-то лута лежащего слева на куске уцелевшего пола а также всякого разного внизу естественно сейчас наша задача добраться до сундука и для этого придется прыгать причем прыгать тут нужно немного заранее так как другая часть моста находится чуть выше и герою нужно время чтобы преодолеть этот порог одолев препятствие мы можем открыть сундук и заполучить кольцо коготь праха данный предмет увеличивает сопротивление героя к окаменению что возможно когда-нибудь пригодится впрочем сейчас об этом думать рано так что обращаем свое внимание на лут слева его можно забрать прямо отсюда но для этого придется совершить очень ювелирный прыжок вероятность успеха при этом действие тут крайне мала поэтому данный предмет стоит забирать с моста расположенного выше мы конечно же попытаемся допрыгнуть но получив закономерный результат не расстраиваемся и сразу концентрируемся на текущих задачах сейчас нам нужно срочно отбить нападение полых камикадзе начиненных взрывчаткой подпускать этих ребят слишком близко опасно поэтому лучше всего снимать их на подходе с применением дальнобойных атак одолев нападавших можно осмотреть местность забрать несколько косточек возвращения и чудо мощное лечение кроме этого здесь имеется два выхода за одним из которых окажется королевский страж выбирая куда отправиться останавливаемся на проходе с рыцарем и избив уже знакомого противника получаем доступ к сундуку в этом сундуке покоится усилитель эстуса заполучив который нам ничего не остается кроме как пойти в другую сторону в другой стороне нам предстоит спускаться по деревянным лесам собирая немногочисленный лут начать тут стоит справа затем получив фигурку с помощью прыжка вернуться на основной путь теперь аккуратно падая или используя лестницы отправляемся вниз забираем по пути самоцвет жизни а достигнув дна обнаруживаем сундук в нем лежит знак злобы способность сделать наш мир более привлекательным для вторжения однако в рамках прохождения подобные вещи нас не интересуют поэтому просто забываем про эту штуку и отправляемся дальше через единственный доступный выход таким довольно запутанным образом мы наконец-то добрались до нашего клиента под названием помойка помойка встречает нас кучкой каменных статуй которые плевать на нас хотели причем не просто плевать а плевать крайне ядовитой жидкостью в связи с этим от статуи желательно сразу избавляться ломать их можно с помощью оружия ближнего боя или применяя бомбы но конкретно сейчас нам это не нужно поэтому просто пробегаем вперед и падаем на деревянную конструкцию сейчас наша задача кратчайшим путем добраться до костра при этом нам бы мог пригодиться факел но так как мы решили идти без него то будем действовать вслепую для этого отправляемся к верхнему левому углу конструкции подым с него вниз и в полете прожимаем удар таким образом мы устраняем ни в чем не повинный горшок зазевавшегося полого и избегаем плевков со стороны статуй в этом месте если покрутить камерой можно обнаружить свечение костра оно кажется довольно далеко но не даем сомнениям остановить нас разбегаемся и прыгаем его направлении через секунду ценой пары нервных клеток и небольшого количества здоровья мы оказываемся прямо у костра теперь при желании отдыхаем затем зажигаем факел и осматриваемся рядом оказывается какой-то подъем на который нам не забраться с учетом порога левее подъема есть мост уходящий во тьму а в другой стороне стоит костяной светильник и горшок если горшок сломать то выяснится что он был ночным так как внутри окажутся две кучки навоза а что касается светильника то его мы естественно зажигаем и более того в будущем постараемся зажечь их все для чего это нужно увидите в конце видео а пока поехали дальше перейдя мост не сворачиваем влево потому что вот этот участок пола под нашим весом провалится а нам такого поворота пока желательно избежать учитывая сказанное обходим опасный участок после чего замечаем слева полого и светильник учитывая одну из наших целей идем к ним избавляемся от врага и еще от двух что внезапно зашли со спины вообще такой поворот с внезапным появлением полых тут обычное дело этих врагов в локации много они очень глазастые и практически всегда находят способ как добраться до героя в общем поглядываем за спину и подпалив светильник идем дальше за вторым мостом мы оказываемся на площадке с другим светильником статуей и тут нас встречают еще двое полых один из них вооружен факелом и об опасности таких ребят мы знаем еще с первой части а второй в руках держит какой-то ржавый клинок так вот если не разобраться то к полому с клинком можно отнестись легкомысленно и пропустив удар поплатиться за это практически половиной здоровья дело в том что оружие этих врагов зачаровано тьмой о чем говорит елизаметная черная аура и поэтому наносит очень серьезный урон учитывая сказанное берем за правило избегать любых атак от вооруженных полых после чего зажигаем светильник ломаем статую и смотрим вниз там есть площадка с еще тремя светильниками и мостом уходящим куда-то вправо туда мы сейчас не пойдем но это место примечательно тем что является своеобразным центром локации этакой и точкой отсчета которой мы будем неоднократно возвращаться так вот представляем что мы стартуем от этой точки идем назад и находим мост уходящий влево вверх по нему к нам топает полый поэтому сначала избавляемся от него затем поднимаемся по мосту к площадке где имеется пара статуй дальняя нас не интересует а вот ту что подвешено на веревке стоит устранить во избежание неприятностей теперь идем дальше избегаем плевка и устранив статую зажигаем светильник дальше я немного тупанул поэтому смотрим и делаем выводы как делать не надо дело в том что теперь мы можем спрыгнуть вниз к месту в котором имеется несколько горшков и три черные лужи так вот если спрыгнуть никто и луже то наш герой станет вкусненьким обедом для отвратительной твари дабы такого не случилось стоит спускаться к горшку и атаковать впадение таким образом мы освободим лут сломаем пару статуи и получим шанс одолеть тварь не побывав ее зловонной пасти кроме этого к нам пожаловала еще группа полых так что возможно разборку с тварью стоило оставить на потом но в нашем случае все враги успешно огребли так что мы можем спокойно вернуть души и провести небольшой эксперимент для этого с зажженным факелом кувыркаемся через лужу и получаем горящую поверхность естественно оказавшись на ней мы не избежим урона а значит играть с огнем находясь рядом с этими лужами довольно опасно но мы люди взрослые и нам знаете ли не до игр поэтому возвращаемся к важным делам нам сейчас нужно обойти лужу забрать лут выпавшие из горшка и зажечь оказавшийся рядом светильник отсюда также можно спрыгнуть вниз на деревянный мост но это мы сделаем позже а сейчас отправляемся в другую сторону отсюда можно заметить деревянную постройку впереди светильник и статую на возвышенности справа а также дорожку вниз воспользовавшись последним нам нужно спуститься и осмотреться здесь есть еще светильник а также группа полых судя по всему запертых внутри постройки впрочем наладив освещение сломав статую и обойдя строение вокруг мы понимаем что на пути у полых кроме хрупких горшков больше ничего нет учитывая обстоятельства этих ребят наверное вообще лучше не трогать но если подобное соседство вас напрягает то стоит дать врагам повод и аккуратно их одолеть в процессе учтите что в этой группе есть полые с оружием без оружия и полые со способностью наносить урон по площади последние похоже на тех что мы видели в могиле святых только эти не светятся и после взрыва не умирают закончив с делами внизу находим лестницу и с ее помощью забираемся на крышу тут есть небольшая надстройка которую нам стоит обойти справа таким образом мы получим возможность зажечь светильник отобрать у невидимого полого камешек и относительно безопасно избавиться от статуи теперь перепрыгиваем на уступ который мы видели ранее тут кроме светильника и статуи оказывается еще и сундук но прежде чем мы проверим его содержимое стоит позаботиться об освещении только мы об этом подумали как вдруг в нашем мире нарисовалось чудо которое зовут мясник мелинда появился этот темный дух как-то далековато и судя по всему преследовать нас не решается поэтому не обращая на него особого внимания возвращаемся к сундуку внутри оказывается кольцо защиты души она судя по описанию способна спасти от смерти или окаменения но при срабатывании ломается теперь нам нужно попасть на средний этаж постройки для этого выбираем направление и просто бежим если все сделано правильно то мы окажемся рядом с тварью которая прикидывается сундуком что делать в такой ситуации мы уже знаем поэтому обходим сундук сзади после чего начинаем грубо применять дубину по назначению и казалось бы все прошло хорошо однако лут с мимика провалился сквозь пол и стал практически недостижим мы его конечно же заберем но перед этим давайте разберемся с гостем теперь мелинда нерешительно мнется на спуске в ожидании чего-то не знаю что именно ей нужно но у нас есть болты и я не вижу веских причин чтобы не пустить их в ход завершив простейший бой получаем фигурку человека а также забираем с земли выпавший большой топор плюс 3 улучшенный грубым камнем топор этот падает тут с некоторым шансом и в умелых руках и весьма неплох но так как с оружием мы уже определились то убираем его в инвентарь и возвращаемся наверх с целью забрать лут провалившийся под пол забрать его сейчас как я и говорил практически невозможно однако если перезайти в игру то предметы окажутся там где и должны были быть изначально теперь мы можем присвоить крылатое копье усиленное по пути молний и темный доспех входящий в соответствующий сет в этом конце у нас все поэтому снова забираемся наверх и пройдя по выступу с сундуком возвращаемся на площадку с лужами теперь мы можем спуститься на увиденный ранее мост зажечь на нем светильник и забрав из горшков самоцвет жизни вернуться костру отдыхать сейчас или нет стоит смотреть по ситуации к примеру в нашем случае даже с учетом что эстус не был потрачен отдыхать все равно придется вынуждает нас так поступить низкая прочность нашего оружия вообще в прошлый раз я высказал уверенность в том что прочности дубины нам на все хватит однако уверенность эта строилась на моем старом опыте настолько старым что после него вышел патч который зарезал прочность дубинки в два раза 40 единиц до 20 не знаю как и почему к такому решению пришли разработчики но теперь мы довольно сильно ограничены в использовании нашего оружия как с этим будем справляться я пока еще не решил возможно выручит кольцо связи а если нет то придется носить второе оружие к примеру можно будет прокачать вторую дубинку или обратить свой взор в сторону более крупного представителя данного типа оружия в общем решать этот вопрос будем позже а сейчас раз нам все равно пришлось присесть костру улетаем в маджулу тут тратим души сжигаем на костре костяной прах найденный в могиле святых после чего возвращаемся в помойку кстати помойка это место называется потому что в свое время жители маджулы через яму скидывали сюда всякий мусор а позже когда население стало поражать проклятие в яму также полетели тела мертвых и не совсем мертвых людей в общем ненависть к нежити была лютой и беспощадной но то дела минувших дней а сейчас зачистив наступающую нежить нам нужно провалиться под пол для этого находим хрупкий участок сразу за первым мостом и встав на него оказываемся в меблированном помещении тут на лежанках отдыхали полы но будучи потревоженные нами они обиделись и теперь их придется устранить закончив с этим делом нам нужно найти выход из помещения за ним оказывается обрыв однако кроме этого внизу еще видно площадь на которой стоит полы с факелом допрыгнуть туда вроде не сложная задача поэтому разбегаемся прыгаем и сразу после приземления обезвреживаем полого теперь как само собой разумеющееся зажигаем светильники после чего обращаем свое внимание на лестницу рядом поднявшись по ней мы оказываемся у входа в пещеру тут снаружи стоит еще один светильник а внутри находятся статуи и какая-то дверь статуи тут можно обойти слева и сломать только парочку перед дверью впрочем и этого делать не обязательно так как дверь мы сейчас все равно открыть не сможем кстати именно за этой дверью находится сет хавала так что когда придет время мы сюда обязательно вернемся ну а сейчас нам ничего не остается кроме как покинуть пещеру спрыгнуть вниз или воспользоваться лестницей после чего зажечь светильники за мостом и проявив или не проявив агрессию в адрес статуй спуститься через дыру в крыше таким способом мы оказываемся внутри постройки здесь ничего интересного нет поэтому пройдя по коротенькому мосту топаем к соседнему если его так можно назвать зданию заходить пока не спешим избавляемся от полого спрыгнувшего откуда-то сверху и внимательно смотрим вокруг отсюда можно заметить странные кувшины в форме сердца а также несколько горшков снаружи странным кувшинам еще вернемся а сейчас давайте сломаем горшки после чего присвоим хранившийся в них смолу и темное пламя пираманта сам я огнем не баловался в этой игре но авторы вики утверждают что данное пламя практически во всех случаях проигрывает своему обычному аналогу в общем в топку темное пламя и поехали дальше теперь давайте разберемся с кувшинами имеющими причудливую форму в этих емкостях скорее всего находится какая-то кислота она попадая на персонажа не наносит урона телу героя но вместо этого очень быстро разрушает экипировку другими словами ломать эти кувшины находясь рядом с ними ни в случае нельзя с этим моментом разобрались теперь давайте думать что делать дальше в принципе сейчас можно было бы просто свалить воспользовавшись лестницей но на этом этаже есть светильник а значит придется иметь дело с тварью что притаилась среди кувшинов существо это похоже на огромную собаку с которой сняли кожу и она весьма опасно однако есть у него одна слабость которой мы и воспользуемся для этого выманиваем тварь в соседнее помещение и вместо того чтобы вступать в бой тупо ее оббегаем главная слабость собаки это скорость передвижения поэтому у нас есть достаточно времени чтобы зажечь светильник и воспользовавшись лестницей забраться на этаж выше животное конечно же за нами последовать не сможет а значит про него можно просто забыть однако расслабляться не время потому что тут тоже есть враги и они не упустят шанса нанести удар из-под тяжка кроме врагов на этом этаже также есть светильник и лестница по которой мы забираемся выше теперь мы очутились в помещении с несколькими горшками полым что молится на светильник и кучкой тел который можно полутать для начала давайте сломаем горшки и заберем из них душу солдата теперь можно собрать стел всякое разное среди которого окажется ароматная ветвь былого штука это нам обязательно пригодится поэтому испытав удовлетворение от получения полезного предмета отправляемся бить полого и зажигать светильник также данное помещение можно обойти по внешней стороне но дело это не только бесполезное а еще и опасное в связи с этим отметаем данную затею после чего пройдя ближе к месту где стояли кувшины спускаемся вниз таким образом мы прошли по второму маршруту и снова оказались в центре локации теперь сломав статуи приступаем к зажиганию светильников попутно отбиваясь от наступающей нежити враги тут будут спрыгивать сверху а также идти по мосту поэтому держим пальцы на дубине и готовимся в любой момент дать отпор закончив с делами тут отправляемся через мост в процессе данного перехода тоже может случиться сюрприз в виде десанта с соседнего моста но в нашем случае все тихо поэтому движемся дальше за мостом нас ожидает очередной светильник лестница наверх собака в постройке справа и наверняка что-то еще со всем этим можно было бы начать разбираться однако я на данном этапе рекомендую вернуться на мост и выждать дело в том что дойдя до этого конца моста мы привлечем внимание не только собаки но и группы нежити которые неспешно выдвинется в нашем направлении так вот отойдя на мост мы не только обезопасим себя от нападения зверя потому что он сюда зайти не может а также избежим неожиданной атаки со стороны полых после того как поток нежити иссякнет можно заняться собакой впрочем у нас она чё-то забила поэтому дабы не терять время обходим стенку с лестницей слева ломаем две статуи и зажигаем светильник наши действия ожидаемо не остались незамеченными поэтому снова отступаем на мост отсюда нам ничего не мешает расстрелять псину поэтому приступаем к делу ну как то так теперь давайте вернемся к последнему светильнику заметим странную тень возле него и ударом развеем чары на невидимом полом это действие как обычно принесет нам камешек а также позволит со спокойной душой отправиться дальше а дальше мы найдем взглядом платформу ниже и аккуратно спустимся на нее благодаря этому мы сможем выйти к развилке с нее можно попасть в помещение справа где нас поджидает парочка полых пойти прямо что не сильно отличается от похода вправо ну и еще можно уйти за стенку влево остановившись на последнем варианте мы сможем зажечь светильник а также забрать из горшка обломок титанита больше ничего интересного в этой стороне нет поэтому возвращаемся на развилку и спускаемся оказавшись внутри постройки избавляемся от полых после чего обыскиваем горшки в которых обнаруживаем рваный матерчатый сет этой одежке особо нечем похвастаться кроме того что ее носят пираманты поэтому не отвлекаемся и продолжаем прохождение теперь нам нужно отметить для себя подвешенную на веревке статую зажечь светильник и найти взглядом рыцаря сидящего у стены снаружи рыцарь этот полый и весьма сильный однако сейчас он до нас добраться не может а вот наши болты до него вполне долетят в общем используем это преимущество и одерживаем очередную легкую победу после этого спрыгиваем вниз не забывая про статую зажигаем светильник и топаем забирать ценности выпавшие с рыцаря а выпадает тут пика хейда оружие наделенная силой молнии и железная маска хейда пика нас интересует мало а вот шлем будет немного получше нашего да и выглядит весьма солидно в общем имеются все основания чтобы его использовать теперь глядя на мир через новое забрало находим рядом сундук и присваиваем содержавшийся в нем эссет саурона то есть ауроса хотя неважно несмотря на хорошее сочетание цены и качества ну или в данном случае защитных свойств и веса нас эта броня мало интересует поэтому как обычно ставим галочку получено после чего отправляемся наверх по длинной лестнице таким образом мы оказываемся на крыше тут имеются интересные горшки с душой рыцаря внутри тело с осколком фляги и светильник про который нам и никак нельзя забывать также если осмотреться то в небольшой надстройки найдутся еще горшки а в них кто-то припрятал большой топор бандита топор в горшке почему-то вспомнилась известная сказка но не думаю что это отсылка а сам топор если что положительно выделить не чем теперь перед нами встает вопрос нужны нам две огненные бабочки или нет слышь ты глупые вопросы не задавай естественно нужны да понял я понял раз нужны то спрыгиваем вниз объем одного застрявшего полого отмечаем второго что свалил после чего забираем из горшка бабочек как отсюда по уму выбираться непонятно поэтому просто падаем вниз и оказываемся в знакомом месте сейчас есть смысл подняться по лестнице забрать из сундука три бомбы после чего дать круголя возвращаясь на крышу тут нас ожидает полый что сбежал ранее поэтому сначала объем его а потом забираемся по лестнице на пристройку в принципе сюда можно было бы и не забираться но у нас выбора нет так как тут имеется трос спустившись по которому мы получаем доступ к одному из светильников больше на этой крыше ничего интересного нет поэтому спрыгиваем в помещение ниже и через него возвращаемся на условный центр локации теперь нам нужно снова пересечь мост и в этот раз пойти вправо тут есть несколько статуй и полы за углом все перечисленные и вновь прибывшие угрозы нужно аккуратно устранить что у нас не совсем хорошо получилось после чего не забывая про светильник забраться по лестнице таким образом мы выйдем к еще одному светильнику и второму длинному мосту позаботившись об освещении пересекаем мост и попадаем на крышу где стоит проявить внимательность во первых на этом моменте нередко прибегает полый которого в нашем случае почему-то нет а во-вторых здесь есть ломающийся участок пола став на который мы провалимся в помещение ниже и так сказать и поближе познакомимся с монструозной собакой нам сейчас такое не нужно поэтому избегая неприятностей зажигаем очередной фонарь и по следующему мосту уходим дальше на другой стороне мы найдем еще несколько фонарей а также вход в темную пещеру из которой наружу полезут красные жуки жуки эти могут больно ударить а также начать выпускать вокруг себя газ наносящий урон нашей экипировки поэтому к ним лучше не подходить а для устранения воспользоваться атаками дальнего боя всего их тут четыре штуки так что действуем аккуратно и избавляемся от насекомых кроме этих тварей в пещере оказывается сундук из которого мы можем забрать большой щит сглаза данный щит довольно тяжелый требовательный к силе и не обладает выдающимися защитными свойствами однако есть и плюс щит сглаза зачарован на восстановление небольшого количества здоровья при убийстве врагов и неплохо работает в сочетании с кольцом злого глаза но в любом случае нам он не нужен так что продолжаем вернувшись наружу и запалив все светильники обращаем внимание на площадь ниже там имеется запечатанный проход горшки с лутом а также бродит взрывной полы его бы сейчас устранить с помощью арбалета до спрыгнуть вниз но недостаток освещения сильно усложняет эту задачу да и наша дубинка к новым приключениям явно не готова в связи с этим мы пойдем другим путем вернемся по мосту найдем взглядом место с кучей статуй и не долго думая туда спрыгнем да при этом мы выхватим залп ядовитых плевков но урон от них по большому счету получит только гордость так как все остальное излечит расположившийся неподалеку костер ну и раз уж мы оказались у костра то есть смысл еще раз гонять в маджулу с целью потратить души и увеличить объем фляги с эстусом вернувшись назад и осмотревшись можно подумать что мы оказались в тупике однако такого быть и не может а значит для начала нужно проверить стены на прочность к примеру вот эту часть которая пусть и немного но отличается от остальных стена как и ожидалось не выдержала удара но в этом направлении мы пойдем позже сейчас давайте зажжем факел сломаем статуи за углом после чего расстреляем псину из арбалета ну ладно еще раз зажжем факел и теперь нам нужно как-то перепрыгнуть пропасть здесь как и с мостом в начале видео другая сторона находится немного выше поэтому необходимо прыгать не с самого края а немного раньше если все хорошо то у нас появится возможность зажечь светильник забрать лут выпавший из горшков а также обнаружить прозрачного моделька больше тут ничего нет поэтому прыгаем обратно и в этот раз заходим в постройку внутри оказывается разделенная перегородками помещения из которого несколько лестниц уходят куда-то под пол что там внизу проверим позже а сейчас нам нужно избавиться от двух полых которые уже заметили наше появление после чего снять печать с выхода наружу это место мы уже видели с другой стороны так что какого-то открытия не случилось тут как и раньше бродит подрывник правда в этот раз к нему на помощь подоспели еще двое полых но для нас это небольшая проблема закончив зачисткой местности зажигаем светильники у выхода и в процессе снова замечаем странную тень владельцам этой тени ожидаемо оказывается невидимая нежить с которой мы получаем заслуженный камень теперь идем в другую сторону ломаем сначала статуи затем горшки и присваиваем 20 отравленных стрел на этом тут дела не заканчиваются поэтому переходим на другую сторону где снова ломаем статуи двигаясь к пещере заполненной голубоватым газом тут на входе также есть светильники так что не забываем поделиться с ними огнем с этой точки не особо понятно что происходит в пещере но то что к нам выдвинулось несколько ядовитых жуков вполне очевидно в связи с этим достаем арбалет и избавляемся от нападающих после этого заходим с горящим факелом в пещеру и перед нами оказывается огромная матка муравьев первая мысль которая посещает при такой картине это конечно же поскорее убить тварь однако несмотря на свой грозный вид королева муравьев оказывается совсем не агрессивной а газ который она выпускает пусть и немного портит снаряжение но при этом способен избавить от отравления конечно даже несмотря на это королеву можно убить причем она даже сопротивляться не станет но смысла в этом никакого нет так как с нее ничего кроме пучка мха не выпадет в общем мы не будем проявлять лишний раз агрессию и оставим королеву в покое но прежде чем покинуть пещеру пошаримся внутри сломаем статуи разобьем горшки и присвоим немного противоядия тут все так что можно возвращаться и спускаться по одной из лестниц которые мы видели ранее естественно спускаться по какой попало лестнице мы не станем а выберем оптимальный вариант ведущий к сокровищу для этого сворачиваем за заборкой вправо находим несколько горшков ломаем их и забрав три кучки навоза приступаем к спуску по ближайшей лестнице таким образом мы получаем возможность попасть на уступ со смолой а также добраться до сундука в котором оказывается огромная дубина ну здравствуй старшая сестра мы с тобой лично еще не знакомы но я уже знаю что ты весьма хороша правда я предпочитаю более миниатюрных красавиц но кто знает может и до тебя руки дойдут позже когда будет желание и конечно же ресурсы а сейчас мы не спешим покидать этот пятачок и ожидаем когда к нам прибудут гости со дна правда что-то они не спешат вероятно их стоит дополнительно замотивировать помахав факелом с самого края ну вот вроде зашевелились теперь встречаем полых по очереди одариваем их гостеприимством по полной программе после чего идем ко дну так сказать с ответным визитом тут нас встретит еще несколько полых часть из которых спустится сверху но мы к этому готовы так что с легкостью от них избавляемся теперь можно разбить горшки у одной из лестниц забрать выпавшие из самоцветы жизни в количестве аж 20 штук после чего подняться наверх с целью зажечь светильник дело сделано теперь спускаемся вниз и идем на другую сторону где находим горшки с факелом и отравляющим заклинанием туман тьмы кроме этого тут есть еще один светильник который мы естественно зажжем после этого нам нужно попасть наверх для этого находим лестницу у стены забираемся по ней зажигаем очередной светильник и не сбавляя темпа поднимаемся выше тут тоже есть что зажечь как и на платформе ниже куда можно вполне успешно спрыгнуть ну что друзья если мы ничего не упустили то это последний светильник и прежде чем его зажигать стоит подготовиться к сюрпризу конечно особо увлекаться не нужно но восстановить здоровье в его лучшем виде лишним точно не будет итак мы готовы зажигаем светильник и если он действительно был последним то через пару секунд в наш мир нагрянет темный дух по имени обитатель трущоб данный тип нарисовался где-то внизу и прежде чем мы устроим с ним добрый махач давайте разомнемся махнув дубиной вот в этом месте данное действие позволит убить последнюю в локации невидимку и завладеть ее камешком а вот теперь можно спускаться после чего вступать в бой с темным духом как мне показалось данный противник не особо силен но учитывая владение магией он все же может преподнести парочку неприятных сюрпризов в связи с этим наверное стоило перед боем надеть колечко с соответствующей защитой но мы вроде и без этого справляемся так что все хорошо кстати заметьте что тут стоят кувшины с кислотой так что место для боя лучше выбрать подальше от них одержав победу мы получаем сет черной ведьмы и по сути только ради него мы мучились зажигая все светильники в локации стоило оно того или нет вопрос остается открытым ну а сейчас нам нужно расчистить себе путь после чего спуститься найдя более глубокое дно тут мы обнаружим по-настоящему последний светильник который если я не ошибаюсь 50 по счету зажжем его по привычке и заберем лежащую рядом ароматную ветвь былого в принципе на этом прохождение помойки можно считать завершенным босса в этой локации нет поэтому смело проходим через пелену и оказавшись в локации черная расселена активируем костер в пещере слева это место станет точкой отсчета для следующего видео в нем я постараюсь объять весь контент в расселении добыть волшебный ключик и конечно же заполучить броню хавала в общем как говорится не переключайтесь будет интересно ну а пока я вынужден с вами попрощаться прохождение 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 Субтитры создавал DimaTorzok